Дорогие друзья, всем привет! С вами канал InDubai. Меня зовут Анна, и сегодня я вам расскажу про Дубай. А именно, сегодня будут видео-ответы на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Александр написал мне, многие люди пишут и рассказывают о том, как они переезжают в Умираты. Кто-то уже на готовый контракт, а кто-то иным способом. Вопрос, собственно, такой. Могу ли я поехать не к конкретному работодателю, а просто на поиски вакансии? Если да, то по какой визе можно ехать, чтобы не возникло неприятностей? Александр, на это я вам могу ответить таким образом. Не все люди едут к конкретному работодателю. Не всегда это получается. Конечно, вы можете и даже нужно сделать свое резюме на английском языке и разослать по сайтам с вакансиями. Их можно найти в гугле, либо можно использовать такие сайты, как dubizel.com и другие источники. Но лично мы, 4 месяца перед отъездом, мы пытались, рассылали резюме, но не поступило вообще никаких ответов. Поэтому мы сделали просто туристическую визу, которую открыли на 60 дней. Приехали в Дубай дикарем, ни родственников, ни друзей, никого. Приехали и, соответственно, за 2 месяца нашли работу. И сейчас мы в Дубае живем, радуемся жизни и работаем. Итак, следующий вопрос. Илья спрашивает. Здравствуйте, Анна, очень заинтересован в работе в ОАЭ. Скажите, пожалуйста, возможно ли получить вид на жительство или гражданство, и что для него нужно сделать? Илья, вопрос очень интересный. Хочу сказать, что гражданство получить в ОАЭ практически невозможно. Хотя есть, конечно, источники, которые говорят, что через 30 лет жизни в Эмиратах можно получить гражданство. Поэтому здесь можно получить только резидентскую визу или, как ее называют, это рабочая виза. То есть вам дают разрешение на работу здесь. Либо можно открыть свою компанию и также получить резидентскую визу. Но это не будет гражданство. Это вам не даст паспорт Арабских Эмиратов. Не даст социальных гарантий, бесплатной медицины, бесплатного обучения. Дети, которые родятся у вас здесь, тоже не получат эмиратского гражданства и каких-либо привилегий. Поэтому я считаю, что Эмираты прекрасная страна и в ней очень можно получить замечательный опыт. Но о паспорте нужно будет подумать, конечно, какое гражданство вам нужно. Можно получить канадское гражданство, можно получить австралийское гражданство. И уже с этими паспортами можно приезжать в Дубай, когда захочешь. Итак, следующий вопрос. Надежда написала мне сообщение ВКонтакте. Здравствуйте, Анна. Можно задать вам несколько вопросов, где вы проживали первое время, когда только приехали? Надежда, мы, когда приехали только, мы приехали по туристической путевке. Мы взяли ее как горящую путевку по выгодной цене. И в эту путевку входило 7-дневное проживание в отеле в Дейре. Мы приехали, нам встретил трансфер в аэропорту. И мы прожили 7 дней в отеле. За эти 7 дней мы думали, где же мы будем дальше жить, потому что виза у нас была открыта на 60 дней. И в итоге мы переехали в Hotel Accommodation. Мы очень выгоды сняли, тогда был азатый скал, переводил переговоры с различными людьми с отелей. И мы сняли за 7000 дирхам в месяц one-bedroom accommodation. То есть там была мебель, все включено, уборка три раза в неделю, с кухней. То есть это как полноценная двухкомнатная квартира с мебелью, даже с посудой. То есть это отель, но выглядит как квартира. И мы прожили там месяц. Через месяц мы с работой еще толком не определились. Мы стали думать, если мы сейчас снимем жилье на длительный срок, то вдруг у нас там работа будет в другом районе и так далее. И мы решили снять временно комнату. Комнату нашли на известном форуме Русские Эмираты. И сняли ее на месяц тоже. По цене она была 4000 дирхам и находилась возле Mall of the Emirates. И прожили там месяц-полтора. И потом, когда мы уже определились с работой, мы уже переехали в нашу квартиру, которая находится в Jumail Lakes Towers, в студию, которая рядышком с моей работой. И она уже была пустая, и, соответственно, мы туда закупали мебель, бытовую технику, стиральную машину и так далее. Вот, в принципе, так вот мы и обосновались. Конечно, не всегда можно жить в отеле, можно сразу приехать и найти жилье на короткий срок. Хотя во многих источниках пишется, что съем такого жилья незаконен, но, тем не менее, в Дубае очень многие люди, они не могут тебе позволить снять квартиру на длительный срок, потому что нужно выкладывать либо сумму за месяц, либо давать за три месяца и чеками надо выдавать. Поэтому многие люди снимают либо комнату, либо квартиру, которая сдается на короткий срок и с помесячной оплатой. Следующий вопрос. Анжелика. Привет, Анжелика. Спрашивает меня. Анна, добрый день. Я хотела бы, как бы это правильно сказать, наверное, совет. Как правильно? Мне предлагают ехать в Дубай, работать в турагентстве. Английский язык на низком уровне, но я хожу, занимаюсь. Но мне сказалось, что на бронирование для России и стран СНГ можно будет и без английского. Но пока осваивать все равно придется. Подскажите, есть ли какие-то моменты, которые мне нужно предусмотреть, а я имею в виду, на каких условиях какая начальная зарплата должна быть, потому что, как в Дубае, я ездила только отдыхать. Замечательный вопрос. Я сама тоже работаю в туристической компании, в корпоративном секторе. И могу сказать, что если вы нашли работу, находясь в России, это очень замечательно. Конечно, учтите, где вы будете проживать, и обязательно почитайте контракт, который вам должны выслать на электронную почту. Или, как его называют, еще job offer тоже могут выслать на электронную почту. То есть все должно быть конкретно прописано, все условия. По зарплате, я могу сказать, что на 2-3 тысячи дирхам прожить здесь очень сложно. Хотя, если вам предоставляют жилье, питание, транспортейшн, то, в принципе, возможно прожить. Ну, в среднем, наверное, нужно 5-8-10 тысяч дирхам. Кто как живет, я не знаю. Но вот на двоих людей, если двое людей живут, минимум 10 тысяч дирхам нужно что прожить. Анжелика, я хочу сказать, что это замечательно, что вы нашли работу, находясь в России. И работа в турагентстве, в отеле – это отличный старт для начала, особенно если нет знания языка. Сама я тоже работаю в туристической компании, и у меня тоже был английский язык не очень хороший. Но благодаря тому, что я общаюсь сейчас с англоязычными клиентами, английский стал выравниваться и улучшаться. Поэтому, приехав сюда, конечно, старайтесь практиковать английский язык, изучать, потому что, зная английский язык, работая в международной компании, вам открывается больше возможностей и перспектив. Следующий вопрос. Катя спрашивает и пишет сообщение. Анна, добрый вечер, как хорошо, что есть такие отзывчивые и добрые люди. Спасибо, Катя, очень приятно это читать. Хочу спросить у вас совета. Очень хочу переехать жить в Дубай, ищу работу по сайтам. И насоветовали Дубизу, вот ищу там, скажите, есть шансы через интернет. Шансы всегда есть. Хотя, конечно, вот у нас мы не нашли так работу. Искали, 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 но никто не отзывался на наше резюме, на наши письма. Конечно, это понятно, ведь здесь люди ищут, здесь очень много людей ищут работу, те уже, которые находятся здесь, в Дубае. Но, тем не менее, я слышала очень много историй, когда люди находили работу, уже находясь в России, и приезжали сюда уже конкретно на резидентскую рабочую визу. Следующий вопрос. Нияс пишет. Здравствуйте, Анна. Дело в том, что у нас немного другая ситуация. Я владею разговорным английским, а супруга моя нет. И поэтому хотела бы посоветоваться, возможно, мне ли одному работать, а жене просто находиться там. Если можно, вообще выгодно ли это, потому что мы хотим ехать только вдвоем. Спасибо заранее за ответ. Нияс. Такое возможно, и это очень даже распространено здесь, в Дубае, что муж работает, а жена, как говорится, сидит дома. Как это оформляется? Муж находит работу, ему выдаются резидентская виза, и, соответственно, для жены уже можно будет открывать семейную визу или husband visa, виза мужа, вот так ее называют. Это все делается через службу иммиграции в Дубае или immigration. И все это довольно просто. Нужно предоставить документы. А, и обратите внимание, конечно, что там есть определенные требования, а именно ограничения по заработной плате. Когда я была последний раз в иммиграции, это было 3 месяца назад, я слышала, что если мужчина открывает для своей жены визу, то у него должна быть зарплата не менее 4 тысяч вверхам. На этом все. Спасибо огромное, что смотрите нас. Пишите ваши вопросы в комментариях в YouTube, и я обязательно сниму для вас видео-ответы. С вами была Анна, специально для проекта InDubai. Подписывайтесь на наш канал, чтобы подписаться, вы можете нажать на вот эту ссылочку. Всем желаю хорошего дня. Пока-пока.